Красноярка не может воспользоваться компенсацией, которую она получила за дом в Николаевке. Неизвестные подожгли строение сразу на следующий день после сделки. В огне сгорел паспорт, а без него деньги в банке не выдают. Женщина осталась и без крова, и без денег, вынуждена жить у родственников. Сейчас полицейские завели уголовное дело по факту поджога. Все подробности расскажет Евгений Назарчук. Мы обижали вот эти временки и вот огород соседский, вот он что еще. И вот по этому огороду мы вышли. Татьяна Викторовна показывает, что осталось от дома, в котором жила. В тот момент первое, что увидела в окно, это как загорелись дворовые постройки. Затем пламя быстро перекинулось на дом. Женщина говорит, что этот пожар произошел не случайно. Проводка в доме была хорошая, а кто мог это сделать, ей неизвестно. А тут не поймешь, то ли поджог, то ли не поджог. Мне кажется, как поджог. Кому я уж так мешала, я сама тоже не пойму. Я уже согласна была выезжать, но просто мне не давали пока компенсацию за дом. Компенсацию женщине выплатили за снос ее дома. Рядом городские власти планируют расширять дорогу до четырех полос. К разбору этих старинных строений рабочие уже приступили давно. Но они часто останавливались и откладывали снос, так как жильцы дома несколько лет добывались справедливой компенсации. Татьяна Викторовна, выиграв дело в свою пользу, теперь ее получить не может. В огне сгорели все документы, а в банке без паспорта с ней разговаривать никто не хочет. Без документов деньги не получу. Да, не получу. Я в банк заходила. Пока у меня денег нет. Спасибо людям, кто мне помог. И как бы деньгами помогли, и одели, и обули. С решением сюда согласились мы. Просто ожидали, когда получим компенсацию. Потому как другого жилища у нас не было, приезжать мне было некуда. Под изъятие попали почти 50 участков с гаражами, подстанцией и 20 жилых домов. Для их выкупа из городского бюджета выделяли больше 60 миллионов рублей. Заняться самой дорогой власти планируют только в следующем году. И это только при наличии финансирования. А пока по факту возгорания полицейские завели уголовное дело. Они тоже подозревают, что кто-то мог поджечь этот дом. В дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании жилого дома и построек в Перелоке-Боготольске и Железнодорожного района Краевого центра. В настоящее время следователями полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, совершившие поджог. Огонь было видно далеко от места возгорания. Его на камеру мобильного телефона снимали красноярцы из разных районов города. Кстати, до того, как городские власти начнут здесь строить дорогу, на участок еще предстоит зайти археологам. Это связано с тем, что переулок относится к Афонтовской горе, где ранее была обнаружена стоянка древнего человека. Евгений Назарчук, Павел Иваницкий, 7 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова